К семи годам лишения свободы приговорил Алматинский городской суд одного из героев скандального ролика о казахстанских джихадистах в Сирии. 30-летний Камиль Абдулин, которому удалось сбежать из лагеря повстанцев, был обвинен в пропаганде терроризма, участие в террористической группе и возбуждении религиозной вражды. Напомним, осенью прошлого года в интернете появилась видеозапись, где группа выходцев из Казахстана призывала своих соотечественников принять участие в джихаде. Тему продолжит Тимур Ермашев. Осенью прошлого года этот ролик, подготовленный сирийскими повстанцами, буквально взорвал Казнет. И прежде до Казахстана доходили слухи о том, что наши граждане могут участвовать в боевых действиях в Сирии. Однако никто и догадаться не мог о таком количестве джихадистов с казахстанскими паспортами. Позже стало известно, что задействованные в съемках ролика казахстанцы приехали в Сирию из разных регионов Казахстана. Родственники некоторых из них даже обращались к руководству страны с просьбой помочь вернуть их на родину. Однако эти просьбы так и не были услышаны. В начале этого года один из героев ролика, 30-летний алматинец Камиль Абдулин, покинул лагерь повстанцев, но на родине сразу же попал в поле зрения правоохранительных органов. Процесс над джихадистом по кличке Абузар был проведен в кратчайшие сроки. Абдулин вошел в состав мононациональной террористической группы «Старый Туркестан». На базе данной террористической группы прошел военную подготовку, обучался в стрельбе из огнестрельного оружия с соответствием принятым законной данной радикальной среде жесткими правилами и конспирацией. Абдулин получил регулиозный псевдоним Абузара. В интервью одной из газет супруга Абдулина, которая вместе с ним вернулась из Сирии, сообщила, что ее мужа в стан джихадистов заманили обманом, а оружие заставили носить чуть ли не силой. По ее словам, оставшиеся на Ближнем Востоке казахстанцы мечтают вернуться домой. Отечественные эксперты считают, что сейчас важно понять, почему казахстанцы примыкают к боевикам. Причины все те же самые прежние. Это падение духовности, падение духовных ценностей, это безработица, это моральная апатия на этой основе, это безнадега, особенно в малых городах, в моно-городах, на периферии, это слабое задействование, наверное, государственных структур, идеологических, нашего официального традиционного духовенства, много-много другого. По мнению экспертов, одной из основных причин, благодаря которым в Казахстане получили распространение некоторые радикальные идеи, является отсутствие просветительской деятельности со стороны духовенства. Ярким тому примером служат случаи, когда во время пятничной проповеди прихожане, вместо того, чтобы получать знания о сути ислама, слушают очередную лекцию об основных векторах развития государственной политики. Тимур Ермашев, Ренат Фазелбаев, Информбюро, 31 канал.